В информационной студии телеканала «Север» Елена Ванцева. Сегодня в выпуске. Александр Цибульский обсудил со своим заместителем Натальей Сидоровой вопросы реализации послания президента Российской Федерации в сфере образования. Речь шла об индексации размера региональной доплаты педагогам за классное руководство и предоставление бесплатного горячего питания в школах. В феврале жители региона получат квитанцию об оплате новой коммунальной услуги. При этом оплачивать ее придется и жителям окружных сел. Непогода вновь вносит коррективы в работу дорожников. Из-за метели движения на зимнике Наринма-Русинск ограничено. В Ненецком округе проходит третий региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. По его итогам самые сильные ученики со всех регионов России будут состязаться на федеральном уровне. Реформа власти наращивает обороты. Глава государства предложил освободить от занимаемой должности генерального прокурора России Юрия Чайку. Юрий Чайка руководил Генеральной прокуратурой России с 2006 года. Совет Федерации освободит его от занимаемой должности. 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Краснова на должность генпрокурора. Игорь Краснов родился в 1975 году в городе Архангельск. Окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова, ныне Северный федеральный университет. С 1997 года работал в органах прокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет. С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления Следственного комитета. Как заявили в Верхней Палате парламента, Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора уже завтра, 22 января. Александр Цибульский обсудил со своим заместителем Натальей Сидоровой вопросы реализации послания президента России в сфере образования. В ходе встречи глава региона поручил профильному вице-губернатору в ускоренном порядке приступить к реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, которые глава государства Владимир Путин озвучил 15 января. Как отметил в ходе встречи Александр Цибульский, в послании президента было два принципиально важных вопроса по образованию. Первый – это введение федеральной доплаты за классное руководство. Я хочу, чтобы вы сейчас максимально оперативно эти вопросы отработали. Что я предлагаю? Я предлагаю, во-первых, посмотреть возможность... Мы же в свое время с вами, помните, принимали решение о возвращении доплаты классным руководителям за счет регионального бюджета. Вот эта доплата, безусловно, должна сохраниться. И она должна быть дополнительной, и, собственно, об этом сказал президент. И я предлагаю вам посмотреть еще, с учетом того, что время идет, действительно подросли цены, может быть, нам посмотреть индексацию региональной части выплаты за классное руководство. Она у нас, по-моему, в районе полутора тысяч рублей. Вот посмотрите, насколько мы можем ее проиндексировать, чтобы она в дополнении с федеральной уже давала более ощутимую сумму. По второму направлению, которое было озвучено президентом в ходе послания, Александр Цибульский поручил дополнительно проанализировать, как организован процесс обеспечения школьников в окруженных общеобразовательных учреждениях горячим питанием и в случае необходимости рассмотреть возможность предоставления бесплатного питания не только всем ученикам начальных классов, но и основной школы. Мы, безусловно, выполняем поручение президента по обеспечению детей младших классов, но при этом давайте еще и посмотрим, какое количество детей сегодня у нас пользуется бесплатным питанием и сколько детей на условиях софинансирования. Посмотрим примерные затраты родителей на одного ребенка и подумаем, может быть, нам здесь тоже, по крайней мере, принять такое решение для семей, у которых два и более ребенка, потому что понятно, что это приводит к большему расходу. В настоящее время право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях Ненецкого округа имеют несколько категорий обучающихся. Так, питание за счет средств окружного бюджета получают школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также право на бесплатное питание имеют обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета в профессиональных образовательных организациях, из числа лиц среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, школьники, проживающие в пришкольных интернатах и общежитиях профессиональных образовательных организаций округа. Предложения по реализации дополнительных мер поддержки семей в системе образования будут представлены главе региона в течение ближайших двух недель. Мария Владимирова, Владислав Новский, Телеканал «Север». В феврале жители Ненецкого округа получат квитанции об оплате новой коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для тех, кто проживает на территории Наринмара и поселка Искателей, по сути, мало что изменится. За сборы и вывоз мусора мы платили и раньше. А вот в селе эту услугу прежде не оказывали, а, соответственно, и счета на оплату не выставлялись. С этого года платить за вывоз мусора будут все. Изменится и подход к утилизации отходов. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Ирина Никешина. До недавнего времени твердые коммунальные отходы просто вывозились на свалку. Если раньше мусора было относительно немного, то сегодня эта ситуация вызывает серьезные опасения. А объемы формирования отходов исчисляются десятками миллиардов тонн. Только представьте себе, в России площадь свалок сегодня сопоставима с такими странами, как Бельгия и Дания. Отходы словно плесень разрастаются ускоренными темпами, загрязняя воздух, почву и водоемы. Изменить ситуацию призвана мусорная реформа, которая с 2020 года должна охватить всю страну. Ее главная цель – поменять процесс сбора и утилизации мусора и ликвидировать несанкционированные свалки. По факту, действительно, для жителей разница, когда он вышел, вынес мусор и бросил его в контейнер, в принципе, сильно не поменяется. Разница заключается только в том, что у нас технология прохода этого мусора дальше, что будет с ним, и платы за эту услугу. Теперь за всю технологическую цепочку обращения с ТКО отвечают региональные операторы. В их задачи входит сбор мусора с контейнерных площадок, его транспортировка на полигон ТБО, сортировка, утилизация вторсырья, термическое обезвреживание и захоронение так называемых хвостов на специально отведенной для этих целей территории. В Ненецком округе определены два региональных оператора. Наринмар, поселки Искацели, Красное и село Тельвиска вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. На территории остальных поселений Заполярного района будет работать севержилкомсервис. Предприятие впервые будет осуществлять функции по обращению с ТКО. Сбор мусора производится у нас где-то мобильным способом, где-то накопительным способом. Мусорные баки установлены, контейнеры и площадки. И складируются у нас на местах хранения мусора. Мусор будет складироваться в мягких контейнерах, так называемых биг-бегах. Они защитят окружающую среду от вредных и токсичных веществ, которые выделяют отходы. В течение 11 месяцев севержилкомсервис должен будет доставить мусор на полигон ТБО в Наринмар и передать первому региональному оператору КБ и БО для дальнейшей переработки. По морю у нас идёт по навигации, по морским транспортам. Река Печора у нас производится также в навигации, будет производиться собственными судами в летний период. И доставляться сюда в Наринмар, на КБО и будет сдаваться. Доставка мусора морским и речным транспортом в окружную столицу высоко затратна, но выхода нет. Безусловно, можно было бы сэкономить, если бы срок хранения отходов на местах складирования продлили лет до трёх. Но пока эту инициативу от нашего региона не поддержали. Также снизить объёмы вывозимых отходов из окружных поселений позволили бы мусоросжигающие установки. Но и здесь есть одно «но». Использовать их в наших условиях экономически нецелесообразно. Сжигать на месте, с учётом того, что у нас и дизельное топливо дорогое, и электродорогое, а вот эти инсенераторные установки, сжигающие, которые бытовые отходы, в наших условиях они очень дорого выходят. То есть себестоимость вот этого сжигания этого мусора, она дорога. Но, конечно, ещё не совсем не исключили эту тему. Мы ещё прорабатываем, ищем установки, те, которые будут, во-первых, работать и в наших условиях, в северных условиях, чтобы были менее затратные, и плюс, чтобы они были маломощные. С этого года услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами перешла из жилищной в коммунальную и стала платной абсолютно для всех жителей округа. Первые квитанции об оплате мы получим уже в феврале. Впрочем, переживать за это нововведение не стоит. Снизить расходы граждан на эти цели позволят льготные тарифы. В связи с необходимостью обеспечения доступности для жителей услуги коммунальные, было принято решение о установлении льготного тарифа для жителей. Он установлен для всего округа на одном уровне, 520 рублей за кубометр. И с учётом нормативов накопления отходов рассчитывается месячная плата с жителя. Алгоритм следующий. Стоимость кубометра 520 мы умножаем на норматив для города 2,66 и делим на 12 месяцев. Получаем сумму месячной платы для города 115 рублей. 27 копеек. Для села, где норматив в два раза ниже, 1,16 метра, соответственно, плата месяц 50 рублей 27 копеек. В городе, например, за сбор и вывоз мусора мы платили и раньше. Впрочем, стоимость услуги рассчитывалась пропорционально площади жилого помещения собственника или нанимателя. Независимо от того, сколько человек фактически проживает в квартире и проживает ли вообще. По Наринмару, допустим, в жилищной услуге стоимость вывоза с метра, она довольно сильно варьируется, да, скажем так, от 3 до 15 рублей. Есть примерно там более 18 рублей с метра квадратного. Это значит, что, допустим, там одиноко проживающий человек в 60 метрах, да, там, на Ленина с ценой 9 рублей в договоре управления с метра платил 540 рублей. То есть, соответственно, да, это привычно, когда мы платили с метра квадратного, но согласитесь, что все-таки генерирует не метр, а человек. По словам начальника управления по госрегулированию цен тарифов НАО Сергея Андреянова, переход услуги по сбору и вывозу мусора из жилищной в коммунальную дает ряд преимуществ. В частности, теперь власти региона смогут не только регулировать тарифы регионального оператора на оказание услуги и ограничивать ежегодный рост платы граждан в соответствии с установленным правительством Российской Федерации индексом, но и распространять на нее действия мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Еще одно преимущество заключается в том, что теперь можно сделать перерасчет услуги, например, если вся семья уехала в отпуск или старший ребенок поступил на очное обучение в другой город. Ирина Никешина, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин, Телеканал «Север». Из-за сильной метели и плохой видимости на дороге движение для легкового транспорта на зимнике на Ринмар-Усинск ограничено. Как нам сообщили в диспетчерской службе компании «Строй-Универсал», в связи с погодными условиями зимник открыт только для грузового полноприводного транспорта и полноприводных внедорожников. Как сообщили в единой диспетчерской службе, к вечеру снова ожидается ухудшение погоды. В связи с этим, возможно, будет ограничено движение и для других видов транспорта. Актуальную информацию о состоянии зимника можно получить в диспетчерской компании «Строй-Универсал» по телефону 8-911-067-72-33. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на зимнике можно обратиться по телефону доверия Главного управления МЧС 4-99-99 или на единый телефон экстренных служб 112. Далее к другим темам. В Ненецком округе начался третий региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Первые испытания окружные ученики прошли 13 января. Тогда состоялась Олимпиада по русскому языку, сегодня по экологии. Испытания продлятся до 20 февраля и будут проходить по 20 различным предметам. В региональном этапе Олимпиады примут участие школьники 9-11 классов, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах – школьном и муниципальном уровнях. Общее число участников регионального этапа в округе в этом году составит 509. Это на 134 человека больше, чем в 2019 году. Всероссийская Олимпиада школьников – самый масштабный проект для учащихся общеобразовательных организаций в России. Интеллектуальные испытания проводятся с целью выявления и развития у детей творческих способностей и интереса к научной деятельности. Ученик 11 класса первой школы Артема Бертенюк каждый год принимает участие в предметных олимпиадах. Кстати, с учетом результатов прошлого года во Всероссийской Олимпиаде школьников в округе на сегодняшний день лидирует средняя общеобразовательная школа номер один. Артем уже выполнил задание региональной олимпиады по математике и астрономии. Буквально в четверг – испытания по физике. В школе даются все необходимые знания. На олимпиадах надо лишь правильно их применить. А хожу я просто… Никакой причины, просто потому что мне интересно. Десятиклассник Влад Панферов два года подряд становится призером регионального этапа олимпиад по естествознанию. Старшеклассник выбирает для себя испытания по естественно-научным и гуманитарным направлениям. Говорит, что пригодится для поступления в ВУЗ. Для меня олимпиада – это, скорее, как вызов самому себе, своим способностям проверить, на что он способен. Определенно для того, чтобы для успешного участия в олимпиаде и прохождения этапов школьных знаний будет мало. Для этого нужно прибегать к дополнительным источникам. Часто уровнем высшего класса, в котором находится сам участник. Светлана Дуркина – заслуженный учитель России. Более 15 лет успешно готовит школьников для участия в олимпиадах. Многие ее бывшие ученики – призеры и победители Всероссийской олимпиады прошлых лет – окончили ВУЗы и добились немалых успехов в нашей стране и за ее пределами. Все зависит от того, насколько хочет ребенок участвовать в олимпиаде, потому что к олимпиаде готовиться очень сложно. Что такое олимпиада? Это такой общий интеллект, это умение работать с информацией, это начитанность ребенка и способность вычисления какие-то сложные делать. То есть это не только знание одного предмета, это межпредметные такие связи. Между тем педагог отмечает, что каждый год задания олимпиад усложняются, но вместе с этим становится проще процесс самоподготовки школьников к этим испытаниям. Уже на школьном этапе педагоги могут выявить интеллектуально одаренных детей. По словам специалистов регионального центра развития и образования, для такого ребенка создается так называемый индивидуальный маршрут. Выявив ребенка, который достиг определенных результатов при написании олимпиадной работы даже на школьном этапе, учитель может создать для него особые индивидуальные условия. То есть он может разработать комплекс занятий, мероприятий, которые помогут обучающемуся узнать больше, углубить свои знания и продолжить работу с этим учеником в определенном направлении. Уровень сложности заданий на олимпиадах не совпадает с форматом школьных домашних заданий. Ребенок должен мыслить шире. Поэтому региональным центром развития и образования проводится специальная работа с одаренными детьми. Они выезжают в образовательные центры, проводятся обучения на местах. Надо улучшить качество выполнения работы. Но это сразу все не делается. Москва не сразу устроилась, как говорится. Это все идет постепенно, шаг за шагом. То есть нужно проводить определенный комплекс мероприятий для того, чтобы ребята привыкли выполнять олимпиадные задания. По итогам регионального этапа самые сильные ученики страны из всех регионов России будут состязаться на федеральном уровне, который пройдет в марте-апреле 2020 года. В случае победы на федеральном уровне для его участников будет предоставлен существенный бонус – возможность поступить в профильные ведущие вузы страны на профильные факультеты без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность по решению вуза, ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю Олимпиады. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.